Новые аварийные дома. Переселенцы из ветхого жилья в вершине Тёй отказываются переезжать в новострой. Кровавый переход станет безопасным. Возле поселка Рассвет начинают строительство надземного пешеходного перехода. 90 лет в строю. Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Полев отмечает юбилей. Зарплата шахтеров республики уже в этом году вырастет на 5-7%. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров главы Хакассии Виктора Зимина с руководителем Сибирской угольно-энергетической компании Владимиром Рашевским. В совещании также приняли участие первый заместитель главы Хакассии министр финансов Юрий Лапшин и гендиректор СОЭК Хакассия Алексей Килин. В ходе встречи было поддержано предложение по увеличению заработной платы работникам угольной промышленности. Несмотря на экономические сложности, которые сегодня испытывает компания в связи с ситуацией на мировом рынке, цены на уголь по сравнению с 2011 годом упали на 35%. Это, в свою очередь, не может не отражаться на республиканском бюджете. Цель встречи и заключалась в выработке совместной стратегии. Давайте попробуем еще увеличить объем добычи угля. При этом мы договорились, чтобы они увеличили инвестиционную составляющую по Хакассии. Этот кризисный год в кризис выживают те, или после кризиса, кто в кризис вкладывал в производство, в развитие и выдать абсолютно другой продукт в конце кризиса. К слову, в этом году в угольную промышленность республики будет вложено 2 миллиарда 100 миллионов рублей и около 4,5 миллиардов в электроэнергетику, связанную со строительством Абаканской ТЭЦ. Общий объем инвестиций компании СОЭК в республику станет рекордным – около 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году было вложено около 2 миллиардов рублей. Для Хакассии это означает дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также создание новых рабочих мест. Кстати, на строительстве Абаканской ТЭЦ сегодня задействовано более тысячи строителей, а в ближайшее время их число планируют увеличить еще на 300 человек. В Хакассии резкий всплеск дорожно-транспортных происшествий, причем инспекторы даже называют список самых аварийно-опасных направлений. Только за последние три дня зарегистрировано 16 столкновений, в которых пострадали 15 человек. Трое погибли. Один турист разбился в Алтайском, двое в Ширинском районе. К слову, он традиционно лидер печальной статистики в этом сезоне. С наплывом отдыхающих из других регионов большая часть крупных ДТП случается там. Инспекторы в очередной раз призывают автомобилистов быть внимательнее и соблюдать правила. В основном вот эти дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом происходят у нас на загородных трассах. Три у нас аварийно-опасные трассы в республике Хакассия. Это трасса Енисей федерального значения, Абакан-Агдабурак и трасса Абакан-Саяногорска. Как правило, в таких дорожно-транспортных происшествиях водители выходят на встречную полосу. Не обеспечивая безопасность данного маневра, нарушение скоростного режима, не справляют с управлением, цепляют обочину и вылетают в кюветы, либо на встречную полосу. А еще одно смертельно опасное место на карте дорог Хакассии. Переход в поселке Рассвет совсем скоро перестанет быть таковым. Уже в октябре здесь начнется строительство надземного пешеходного перехода. Сегодня представители Федерального управления автомобильных дорог Байкал представили министру транспорта Хакассии Александру Егорову проект будущего объекта. Тему продолжит Алексей Баинов. Рассвет печально известен трагическими сводками о жертвах ДТП. Каждый год здесь десятки пострадавших. Участок федеральной трассы, проходящей рядом с поселком, пытались контролировать всеми способами. Не помогли ни ограничения скорости, ни видеофиксация. Ежедневно здесь проходит до 15 тысяч машин. Требуя безопасной жизни, жители Рассвета даже перекрывали федеральную магистраль. Трагедия почти двухлетней давности, когда молодая девушка попала под колеса автомобиля, подстегнула власти к кардинальному решению вопроса – постройки надземного пешеходного перехода. Было обращение главы республики в федеральный центр, в частности Байкалу-Пордор, и в российское дорожное агентство. Нас услышали, поняли. И вот сегодня заказчик-застройщик приступает к строительству данного пешеходного перехода. Подобные объекты строятся по всей стране. Это программа Минтранса России и Росавтодора по повышению уровня безопасности автодорог. Республиканский проект стоит почти 41 миллион рублей. Работы по проектированию данного объекта начаты были еще в 2011 году. То есть пока прошло проектирование, экспертиза, и вот только сейчас мы уже вышли непосредственно на реализацию проекта. То есть в этом году, в октябре месяце этот объект уже будет реализован. Это будет не просто 70-метровый переход. Предстоит перенести автобусную остановку, установить защитные звуковые экраны, ограждения и озеленить прилегающую территорию. Кроме того, в самом переходе предусмотрен пандус для инвалидных колясок и освещения. А вскоре появится и еще один переход на федеральной трассе М-54 в районе Черногорска. Проект сейчас проходит экспертизу. Наступившая жара увеличила и количество трагедий на воде. Только за последние дни утонуло три человека. А всего с начала этого купального сезона на водоемах Акасии погибли шесть человек. На реке Абакан, на острове возле Абазы, обнаружено тело пропавшего мужчины. На рыбалку он отправился в одноместной резиновой лодке. Причиной смерти специалисты называют утопление. Все обстоятельства сейчас уточняет полиция. А в субботу на озере Туз утонула женщина, жительница Красноярского края. Врачи скорой помощи пытались вернуть ее к жизни, но безуспешно. Предположительно, смерть наступила от попадания воды в органы дыхания. Как стало известно, погибшая купалась в необорудованном месте и в состоянии алкогольного опьянения. При похожих обстоятельствах в воскресенье утонул еще один турист из соседнего края. По информации МЧС, все несчастные случаи произошли в местах, где купание запрещено. Статистика подтверждает, на официально разрешенных пляжах и в оборудованных местах массового отдыха трагедий практически не бывает. Наплыв отдыхающих на озерах Ширинского района добавил работы не только инспекторам ГИМС. На водоемах несут постоянное дежурство сотрудники ДПС, УБЭП и даже кавалерийского взвода. Передвижной пункт полиции на озерах развернут уже шестой год подряд. Насколько эффективна эта мера борьбы с правонарушителями, оценила Юлия Константинова. Вода в озерах еще не нагрелась, погода переменчивая, однако на берегах яблоку негде упасть. Сколько туристов в этом году пока, данных нет. Но в прошлом здесь отдохнуло около миллиона человек, как в прямом, так и в переносном смысле. Известно, на природе люди расслабляются, иногда бывает чрезмерно. А тут ребята бодрые на лошадях при форме. Это, конечно, дисциплинирует определенный контингент, так скажем, отдыхающих. Решение в середине июня открывать в курортном районе временный отдел полиции, который работает круглосуточно, себя оправдало. В этом году уже выявлено больше 800 нарушений, изъято почти 900 литров алкоголя, проведено тысячи профилактических бесед, в частности, сотрудниками группы патрульной службы ГИМС. Погода хорошая, но здесь бывают, вал налетает внезапно, резко. Так что смотрите всегда, если что-то курица нашего, все ближе к берегу. Ведется контроль и за соблюдением правил водного законодательства. Кстати, в этом году скутеров, гидроциклов, моторных лодок значительно меньше. Возможно, в связи с принятым в мае постановлением правительства Хакасии об ограничении использования частных маломерных судов на Белё. Зато коммерческие курсируют по акватории вполне свободно. Они уже по новому закону, 36-му, они нам не под назор. Деятельность их должна, ну, как бы судоходная инспекция контролировать. Но, с другой стороны, судоходная инспекция работает на судоходных путях. Это закрытый водоём, они считаются, не относятся к судоходным путям. Ну, вот они выпали как-то из... Надо отметить, судоходной инспекции в Хакасии как структуры нет. Функции её переданы Енисейскому управлению госимучнадзора, руководство которого находится в Красноярске. К тому же, его специалисты не курируют закрытые бассейны. Так что в этом году, похоже, полный порядок на Белё навести пока не удалось. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200, Хакасия. Жители вершины Тёи предпочли новостройкам аварийные бараки. В посёлке для переселенцев из ветхого жилья сдали 4 дома. Но люди уверены, несмотря на то, что здания приняты комиссией, они построены с нарушением. Причём, даже привезти в нормальное состояние квартиры до переезда не осталось времени. В старых домах обещают на днях отключить воду и свет. Репортаж Елены Крыловой и Антона Михайлова. Торжественно перерезать красную ленточку подъездов новых домов в вершине Тёи не стали. Слишком разные мнения о новостройках у будущих жильцов. Одни завозят вещи, другие считают, что лучше оставаться в старых бараках. Вот это всё, это делалось за 15 минут вечером. Вот это вот всё, за 15 минут это всё вылили быстро-быстро, быстренько так вот. Даже вот и камни не убрали. Среди многих претензий, то, что действительно вызывает опасения у переселенцев, это чёрные пятна, проступающие сквозь обои в одном из домов. По виду очень напоминает грибок. Из-за него жильцы поставили под сомнение качество всего здания. И недовольство выросло, как снежный ком. Начинают беспорядка во дворе и заканчивая планировкой новых квартир. Ей дали вот такую вот квартиру, раздельные комнаты. Нам дают пять человек. Вот такую вот квартиру. Комнаты идут вагончиком. Тем временем другие новым жильём не сказать, что полностью довольны, но по крайней мере не отказываются. Поэтому уже сегодня перевозят вещи. Тут потому что ловить нечего. Всё уже наголо усыпется, рушится. Стены лопаются насквозь к соседям. Хотелось бы лучшего. Но там всё равно ещё сыровато. Просохнет. Потому что строились-то зимой же они. Где-то там снегу были или что. В этот раз в вершине Тёи сдали четыре дома. В них 60 квартир и во всех открыты двери. Несмотря на то, что люди уже заселяются, из одной квартиры в другую ходят строители. Все недостатки не отражаются в актах. Недостатки не столь существенные. То есть где-то регулировка окон, регулировка дверей, стеклопакет там, по-моему, в одном месте где-то треснут. Но всё это будет в течение месяца устраняться. Вы ещё видели потом рабочих после того, как согласились? Не было больше. Один раз приезжали, заходили, спрашивали по дефекту. Ну всё. И что записали, что им сказали. И больше их не было. Переселенцам прошлого года тоже обещали. Причём не только исправить недостатки в домах. Но и навести порядок во дворе построить детские площадки. А в этом году тем, кто был готов доделывать жильё сам, времени на это не дали. Как только по документам людей переселили, в старых бараках пригрозили отключить свет и воду. В администрации говорят, чтобы за электричество люди не платили зря. Жильцы уверены, специально, чтобы быстрее съехали. У меня соседка вчера съехала туда. Она говорит, я ещё здесь живу. Потому что невозможно. У неё сильно много недоделок. То есть дали бы время, не было бы этого? Да, да, не было бы этого. Я думаю, конфликта не было бы этого. От крайних мер власти посёлка в последний момент отказались. Выгонять из бараков людей не стали. А вообще в этой программе деньги федеральные. Заказчик новостроек Минрегион, а непосредственный исполнитель местной власти. С них Министерство регионального развития и спросит по поводу качества домов и самой процедуры переселения. Как пояснили в пресс-службе ведомства, проверка была намечена на август. Но Минрегион готов выехать и в Непланово. Елена Крылова, Антон Михайлов. Вести Хакасия. Каждый четвёртый призывник Хакасии непригоден для воинской службы. Отдать долг Отечеству юношам не позволяет здоровье. Сегодня в военкомате республики подвели итоги весеннего призыва. Комиссии в муниципальных образованиях прошли без чрезвычайных ситуаций. За три с половиной месяца Хакасия отправила служить без малого тысячу человек. Половину забрали сухопутные войска и Министерство внутренних дел. Более ста солдат пополнили морской флот, чуть менее железнодорожные, воздушно-десантные и ракетные войска. Всего два человека выбрали альтернативную службу. Причина – религиозное убеждение. Обоим парням предстоит отслужить на гражданке в должности санитаров в Абаканском пансионате ветеранов. Причём вместо положенного года альтернативщики будут нести службу на 9 месяцев дольше. Между тем, по сравнению с прошлыми годами, число призывников, которые попали в престижные войска, резко увеличилось. Улучшился и качественный состав. Каждый пятый, кто одел этой весной военную форму, имеет высшее образование. А практически 70% из всего призыва – вдобавок и безупречное здоровье. Впрочем, количество тех, кому услужить нельзя по медицинским показаниям, в Хакасии также возросло. Сегодня это 25%. Не обошлось в этот призыв и без уклонистов. То есть 30 человек по нашим повесткам не явились, в том числе проведённые проверки выявили, 14 человек по неуважительным причинам. В том, соответственно, ещё работа проводится. Возможно, в том числе и мероприятия будут решены с возбуждением уголовного дела и с примечением их уголовной ответственности. Сегодня свой 90-й день рождения, отметил участник Великой Отечественной войны, известный общественный деятель Хакасии Валентин Васильевич Полев. Поздравление юбиляру направил президент России Владимир Путин, а также именинника чествовали сегодня и в правительстве республики. Сегодня о Валентине Васильевиче Полеве говорят исключительно в превосходной степени. В этом человеке восхищает всё. Его долголетие, жизнелюбие, твёрдость характера. Он прошёл практически всю войну. Семь раз был ранен. Причём три ранения тяжёлые. После войны принимал участие в строительстве железной дороги Абакан-Тайшет. До выхода на пенсию работал главным инженером Абаканского отделения Красноярской железной дороги. Секрет долголетия. Я бы сравнил с железной дорогой. Железная дорога – это движение. А движение – это жизнь. Так вот, дорогие товарищи, сыновья, дочери, берегите жизнь. Сегодня Валентин Васильевич ведёт активную общественную деятельность. Возглавляет Республиканский комитет ветеранов войны и военной службы. Своей главной задачей считает патриотическое воспитание современной молодёжи. Сегодня у меня есть ещё одна почётная миссия – это вручить вам удостоверение к памятной медали и медаль вручить, которая называется «Патриот России». Примите, пожалуйста, её как оценку огромного вашего труда, как оценку той работы, которую вы ведёте по военно-патриотическому воспитанию. Валентин Васильевич участвовал в Курском сражении, форсировании Днепра, операции «Багратион». К его многочисленным военным наградам сегодня добавились почётные ордена мирного времени. Среди них орден за благие дела от Совета старейшин Хакасии. Валентин Полев – один из создателей книги «Страницы, опалённые войной». Правда, как признался сам ветеран, о Великой Отечественной мог бы рассказать гораздо больше. Просто в своё время, боясь преследования, сжёг пять рукописных тетрадей. Спустя годы воспоминания не потускнели. Просто переживать все ужасы войны, пусть и на бумаге, ещё раз он не намерен. На будущее у него другие планы. Планы – только жить. Только жить. Ну и, может быть, и любить. Ну как без любви, конечно. Олесь Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Предстоящее празднование Дня Металлурга в Саиногорске обещает быть богатым на столичных звёзд. Организаторы приготовили жителям республики настоящий сборный концерт именитых артистов. На городском стадионе 20 июня выступит Елена Ваенга, группы «Серебро» и «Танцы минус», кубанский казачий хор. А настоящим сюрпризом станет выступление группы «Абба». В каком составе выйдет на сцену шведская команда, пока неизвестно. Всемирно известный квартет распался в 1982 году. Добавим, вход на стадион для всех желающих будет бесплатным. К этому часу у меня все новости. Напомним, программа «Вести, Хакасия» также выходит в эфир на канале «Россия-24». Смотрите новости в 13 и 19 часов ежедневно. Не пропустите главного. Увидимся.